добрый вечер так кликер у нас к счастью замечательно работает вам очень повезло сегодня услышите две замечательных истории двух замечательных авторов обязательно советую вам остаться и на рассказ замечательной ольги воробьёвой про гарсия лорку я расскажу юкио миссимо об автора которых сегодня пойдет речь на мой взгляд очень недооценены и незаслуженно малоизвестные на такой человек как юкио миссимо японский писатель родившийся перед второй мировой войной и прославившийся сразу после нее пробежимся очень коротко по его жизненному пути чтобы просто поняли что это за личность да он прославился тем что написал роман ну впервые прославился тем что написал роман в котором автобиографически описывал осознание подросткам гомосексуальности для своего времени это было потрясающе смело это автобиографический роман да то есть миссимо был гомосексуален и это был 1949 год да то есть понимаете эту точку времени до каких-либо еще лгбт маршей до чего бы то ни было да этот роман очень такая искренность принесла его мировую славу и для обычного писателя этого было бы достаточно он может вошел в историю как человек который первым да сказал слова вошел в историю литературы и так далее но для миссимо конечно нет он не только продолжил писать потрясающе сильную абсолютно другую тему произведения но он стал заниматься философией выработал собственную философскую систему которой мы тоже сегодня поговорим культурную систему он начал заниматься спортом плаванием и достиг в нем больших успехов потом пришел к бою на мячах к культуризму бодибилдингу и будучи в начале жизни достаточно субтильным подростком миссимо к зрелым годам становится вот посмотрите таким одним из чемпионов японии по бодибилдингу человеком которого публикуют всевозможные журналы по бодибилдингу это вот одна из таких фотосессий в костюме от напоминаю человек который тончайше умеет описывать там психологические переживания женских персонажей в своих пьесах да насколько этот грубый образ богатыря который вы видите да контрастирует с языком юкио миссимо например но это еще не все юкио миссимо породила культурно-философскую такую идею доктрину которая повлияла на взгляды очень многих в том числе правых националистических традиционалистских движений по всему миру и когда я говорю по всему миру я никоим образом не преувеличил вот например украинская национал трудовая партия этот скрин я сделал в гугле буквально позавчера вот юкио миссимо о стане на последний самурай или вот например правый портал украины покров голос украинской правы и опять таки да статья эдуарда юрченко 95-летие со дня рождения выдающегося японца то есть когда вы заходите на какой-то правый на сайт то вопрос когда вы встретите там юкио миссимо это исключительно вопрос когда да это не вопрос если что да казалось будем не ожидаем этого от писателя который таким образом до начал свой творческий путь что он войдет в историю еще и как правая икона но и этого миссими было недостаточно он написал еще ряд потрясающих романов пьес попробуй себя как драматург номинируется уже после этого на нобелевскую премию по литературе которую ему правда не дают он остается номинантом возможно не дают из-за определенной эксцентричности юкио миссимы и он создает собственную патриотическую организацию небольшую и наконец пробует совершить государственный переворот в японии и захватить власть изменив конституционный строй вот это фото его пламенной речи к солдатам где он призывает их пойти до к императорскому дворцу и взять власть свои руки на буквально несколько минут нам на этом фото осталось жить юкио миссими это последнее мгновение его жизни вот эта жизнь до которой прожил один человек и сегодня мы поговорим о выдающихся трех невозможно обойти все его огромное творчество и я выбрал естественно субъективно три самых выдающихся его произведения и по общим мнениям и по моему две пьесы и мы поговорим 20 минут уйдет на это еще 10 минут на его философско-идеологические взгляды на чтобы мы оно все переплетено как вы понимаете да потому что это все равно творчество одного человека итак юкио миссима миссима да это псевдоним его звали кимитака хира ока миссима это псевдоним можно записать вот так вот так он официально записывается на японской википедии миссима то есть три острова традиционная японская фамилия допоним да фукусима хиросима миссима вот это сима на остров но сам миссима любил подписываться ставить автографы иначе вот так как снизу он делил свою фамилию не как ми щима а как как мишима, это игра слов японского языка. Мишима – это, соответственно, очарованный смертью демон, если так, пижонская трактовка несколько. Но определенная рисовка мишиме тоже, наверное, всегда была свойственна. И вот мы посмотрим, насколько вот это, почему он называл себя таким образом, как демон, очарованный ликом смерти. Итак, слава к нему пришла в 1949 году. Он пишет вот этот автобиографический роман «Исповедь маски» от лица вымышленного персонажа, которого зовут Кими. Ну, это аллюзия на его настоящее имя Кими Таки. Он пишет историю о мальчике, который осознает собственную гомосексуальность, что все его в школе еще, все его одноклассники начинают влюбляться в девочек, а он совершенно не понимает, что это такое. Девочки не вызывают у него ни малейших эмоций. Но зато он влюбляется в старшеклассников, как у школьного хулигана, там пронзительные совершенно сцены этого романа. Никакой там грязи, никакой пошлости, естественно, нет. Такой очень честный, очень искренний, я бы сказал, роман. Первое такое сильное эмоциональное переживание он там испытывает, посмотрев на картину мученичества святого Себастьяна. Девочки его совершенно не интересовая, когда он увидел пронзенного стрелами святого Себастьяна, обнаженного, прибитого к дереву, он впервые понял, что он может любить. И в будущем Миссима будет возвращаться к этому образу, и уже взрослый Миссима он будет отыгрывать. Вот это, по сути, копия картины мученичества святого Себастьяна, только это сам Миссима изображает ее. Вот так же точно святой Себастьян был пронзен стрелами. Но только святой Себастьян на картине, он был абсолютно безмятежен. Ну и у Миссима есть там два варианта, где он безмятежен, и где он, собственно, пронзен. Но надо сказать, что для Японии, опять же, это не было таким скандалом. То есть Япония, она никогда не имела такого отношения к садомии, к гомосексуальности негативного. Это не христианская страна, это синтаистская буддистская страна. И, собственно, проблематизация гомосексуальности в Японии появилась только с европеизацией страны, то есть только в конце 19 века. Вместе с идеями, например, прав человека, прав женщин пришла и проблематизация гомосексуальности. в страну одновременно. Как вот повестка Европы конца 19 века, скажем так. И христианские, соответственно, другие парадигмы зашли в страну. И никогда в истории Японии гомосексуальность не была, допустим, запрещена законом, никогда не была уголовной статьей. То есть этот роман, он был смелым в мировом масштабе, не масштабе Японии, он сделал ему имя в мире. Но Миссима не останавливается и находит для себя более, как я уже говорил, интересные челленджи. Второе его легендарное произведение – «Золотой храм». Кинкаку-джи, вокруг которого я гулял в Киото. К нему невозможно подойти, он стоит посреди озера. Ну, туристам невозможно подойти. И вот этот золотой храм. Но это реконструкция. То, что стоит сейчас в Киото и то, где я гулял, это реконструкция. Потому что настоящий храм был сожжен. Незадолго после войны местный монашек, сумасшедший, как считалось, сжег этот храм. Древнейший, красивейший храм в Японии. Кинкаку-джи. И Миссима написал роман, как бы, от лица этого человека. Он заез в голову человеку и попробовал понять, вот что должно было быть в голове у человека, который в какой-то момент жизни решил сжечь самый прекрасный храм в Японии. Вот этот золотой храм. Потрясающе тонкий такой психологический роман, пишет Миссима. И чтобы, опять-таки, дать вам представление, один из фрагментов этого романа, когда учитель рассказывает монахам, но они живут в монастыре, им рассказывают куаны, такие философские загадки. Им рассказывают куан про котенка, про учителя Нансена. Вот он и котенка. В чем суть этой загадки? То есть ученикам загадывается загадка, вот вам сейчас, и они должны понять, в чем ее смысл. А загадка следующая, что как-то монахи нашли в саду котенка, и они были очень рады, думают, вот котенок, сейчас будем заботиться о нем, приютим его в монастыре. А учитель взял этого котенка и сказал, я его сейчас убью. Но я его не убью, если вы скажете мне, почему я хочу его убить. Но монахи растерялись и ничего не смогли сказать, потому что очень загадочно, и учитель убил котенка. А потом лучший ученик, который тогда, конечно же, отсутствовал, в храме вечером вернулся, ему старец рассказал эту историю, лучший ученик высушил, снял с ноги сандалию, положил ее себе на голову, и с сандалией на голове с достоинством встал и ушел. И старец увидел это, вздохнул и сказал, господи, если бы мы поняли это тогда, то котенок был бы жив. Загадка, которую загадывают ученикам, которые хотят прийти к просветлению. Что произошло? Что это все значит? Значит, это то, что учитель понимал, что когда монахи начнут заботиться о котенке, у них появится грех себялюбия. Они будут соревноваться друг с другом в добродетели. Кто больше погладил котенка, кто ему принес молочка, кто о нем больше заботится. А монах, который гордится собой, гордится своей добродетелью, уже теряет равновесие души с точки зрения буддизма. Поэтому котенок был проблемой. Поэтому он должен был быть убит. А ученик, естественно, хотел показать, что если у тебя, когда ты проявляешь добродетель, в сердце растет гордыня, то проблема не в котенке. Проблема не в том, что вызывает гордыню. Проблема в тебе. Ты должен подавить свою гордыню. В том, что он и показался, взяв низменный предмет, сандалию, и положив себе на голову, смирив таким образом свою гордыню. Это правильный ответ на загадку. Но в романе разные персонажи трактуют эту историю по-разному. Там есть такой ловелас Касиваги. Монах ловелас. Довольно интересно. Друг главного героя. И он говорит, что на самом деле это история про любви. Что котенок – это объект несчастной любви. Это самый прекрасный котенок, в которого ты влюблен. И ты мучаешься от этой любви. И у тебя приходит мысль избавиться от этого источника твоих мучений. Как от какого-то больного зуба, который тебя мучает. И когда ты его вырываешь, ты смотришь на него и думаешь, господи, ну как такая мелочь какая-то могла доставлять мне стойко боли. Но после того, как ты его уже вырвал. И вот это убить прекрасного котенка – это убить то, что является источником твоей несчастной любви. Чтобы больше не терзаться этими чувствами безответной любви. Но, естественно, опять же, правильный ответ в этой ситуации – возложить стандалью себе на голову. То есть искренне посмеяться над собой. Каким нелепым ты стал в своей нелепой несчастной любви к человеку, которому ты даже абсолютно не нужен, и ты сам себе что-то выдумал. То есть посмеяться над этой ситуацией и отпустить ее. Это является правильным ответом. Ну, естественно, мы понимаем, что это метафора на сам золотой храм. Потому что в начале романа герой говорит, что нет ничего прекраснее золотого храма. Он для него – это любовь, он для него – этот прекрасный котенок. И в конце романа герой понимает, что он не может больше жить в мире, где есть золотой храм, и он хочет его сжечь. И эту историю учитель рассказывает им не просто когда-то, а в день капитуляции Японии, во Второй мировой войне. Он собирает учеников, рассказывает им эту историю. То есть это аллюзия на Японию, что Япония не могла смирить свою гордыню, хотела владеть всей Азией. На Японской империи восходящего солнца в итоге ей пришлось возложить сандалию на голову и смирить свою гордыню, подписав капитуляцию. Это то, как Юкио Мисима работает с одной историей, с одной метафорой. Обратите внимание, как он ее вывернул во всех возможных вариантах, через всех героев, чтобы показать красоту одной истории в одном произведении. Это как пример. И последнее произведение прозаическое, о котором мы поговорим, патриотизм. В японской истории есть такой инцидент 26 февраля. Нини-року, как говорят японцы. Группа молодых офицеров перед Второй мировой войной решила устроить мятеж. Какие? Японские декабристы, если хотите. Хотели захватить власть и свергнуть вот этих коррумпированных политиков и проклятый парламент, который мешает императору. Они верят, что император хороший, но проклятый парламент ему мешает. Царь добрый, бояре плохие. Стандартная схема. Ну, Япония императора, напомню, это божественное существо. Естественно, они не могли сомневаться в императоре. Но они видели, что Япония нищая. Вся Япония довоенная, она попилена между олигархическими кланами, знатными семьями, так называемыми дзайбацу. Кстати, одна из них дожила до сегодняшнего дня с семьями Цубиси, например, продолжает владеть этим же концерном. И вот эта олигархизация Японии, коррупция и вот этот парламент, который все время тормозит, мешает объявить наконец войну, когда нужно объявлять войну. Они были против этого. И они достаточно успешно, тысячи офицеров, они захватили государственное здание, они убили министра финансов, они пытались убить других политиков, но император, естественно, их не поддержал, потому что парламент был вполне выгоден императору, как и про коррупционные схемы дзайбацу он прекрасно знал, и парламент вовсе ему ничем не мешал, а наоборот помогал перекладывать ответственность. Думаю, вы знаете, что после Второй мировой войны повесят премьер-министра Хиде Китодзю. А не императора Хирохито, который начал эту войну своим указом в США. И император отдает приказ подавить это восстание и применить силу распырять и арестовать оставшихся этих молодых офицеров. И главный герой это тот, кому отдали приказ подавить это восстание. Молодой офицер, который учился с этими ребятами, которые пытаются свергнуть коррумпированное правительство, и он отказывается выполнять этот приказ. Потому что это его друзья, это его однокурсники бывшие. И он решает, естественно, как офицер, что он отказался выполнять приказ, чтобы смыть с себя этот позор, он решает совершить ритуальное самоубийство. И повесть рассказывает о Таица его девушке, о Таица его молодой жены, влюбленной в него, которой они только поженились, и они строили счастливые планы, и о том, как она понимает, что она пойдет за ним, что он пойдет по этому пути за ним, по тому пути, который выбрал ее любимый муж и офицер по пути чести. Как она там пишет последние записочки подругам, рассказывает, кому какое кимоно она оставит и так далее. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Юкио Мисима, которого обвиняли в фашизме, позже в национализме, в том, что он ультраправый и так далее, он назвал словом патриотизм произведение, в котором главный герой отказывается выполнять приказ государства, приказ верховного главнокомандующего. Он именно это произведение назвал патриотизм, делая акцент, что патриотизм это верность высшему долгу японца в рамках японской культуры, того, что такое правильно в рамках японской культуры, а не того, что такое правильно в рамках подчинения конкретному человеку власти. Это позже мы увидим в концепции патриотизма Юкио Миссимы. Идем дальше. Пьесы. Миссима был замечательным драматургом. Это был большой вызов для него, потому что он писал европейские академические пьесы, то есть он пытался проникнуть в психологию европейских персонажей. Представьте, какая-то сложность для японца после Второй мировой войны, интернета нет, телевидение еще не очень развелось. То есть эти паттерны, они не настолько хорошо усвоены, как сейчас, когда мир глобализировался. И он пишет абсолютно такую европейскую академическую пьесу, которую мог написать европейский автор. Называется она Маркиза де Сад. Это фрагмент японской постановки этой пьесы. Ну, японки играют всех, конечно, но она была поставлена и во многих других странах. Маркиза де Сад. То есть про жену Маркиза де Сада он пишет пьесу. Маркиз де Сад, думаю, легендарный такой писатель, скандальная личность, извращенец, благодаря которому мы знаем слово садизм, откуда оно собственно пошло. Сказки Маркиза де Сада это одна из самых страшных вещей, которые существуют. Но его нет в этой пьесе вообще. То есть он написал пьесу про Маркиза де Сада, где его нет. Центральный герой это его жена. Что чувствует девушка, которая влюбилась в этого человека, которая постоянно сидит в тюрьме, нарушает общественную мораль и вот таким образом живет. Как она разрывается между добродетелью и пороком, что показано наглядно, потому что у девушки, у ее семьи есть две подруги. Собственно, это Баронесса де Симан, которая олицетворяет добродетель и христианство и так далее. И графиня де Санфон, которая олицетворяет все прямо противоположное в образе жизни. Соответственно. И вот развитие их характеров. То есть все персонажи этой пьесы женщины, что интересно. Единственное произведение Миссимы, где абсолютно все герои женщины. Их там служанка женщина, мама, сестра главной героини. То есть ни одного мужчины в пьесе нету и не появляется. Очень интересный ход. И автор подводит к мысли о том, что во французской революции не просто умерла монархия, а умерла мораль. Мораль старого мира. Погибла, потому что была взята Бастилия, и французская революция выпускает из тюрьмы маркиза де Сада. Выпускает порог в общество. Оправдывает порог. Как говорится, отныне мы все в будущем навеки обречены жить в страшных сказках маркиза де Сада. Начиная с французской революции, которая все поломала, поделив мир на правых, левых и выкинув все нормальное, что было до этого. Итак, это маркиза де Сад и еще одна известнейшая пьеса Миссимы. Вот вы видите людей в довольно узнаваемой форме. Эта пьеса имеет очень интересное название, учитывая, что она была поставлена через 25 лет после окончания Второй мировой войны. Эта пьеса называется «Мой друг Гитлер». Представьте, 20 лет с окончания Второй мировой войны человек пишет пьесу. Даже сегодня, если вы напишите пьесу и назовете ее «Мой друг Гитлер», то очень интересно посмотреть в соцсетях, какая будет там реакция. Миссима делает это просто в Японии, в стране, которая воевала на стороне Гитлера, находится под американской оккупацией, тогда еще под правительством Маккартура. Он пишет такую пьесу. Естественно, это ни в коем случае не высказывание автора. Это не в смысле, что Миссима пишет, что Гитлер мой друг. Нет. Это пьеса в отношении Гитлера, это уже британская постановка, фрагмент, в отношении Гитлера и Эрнста Реома, главы штурмовиков СА. Эрнст Реом, он, к слову, это исторический факт, он тоже был гомосексуален. С молодыми штурмовиками он там приходил в казино Кляист и многие другие специфические заведения, что было потом одним из обвинений на суде в его адрес. Но он любит Гитлера абсолютно платонически. Гитлер для него это друг, это человек, который его восхищает, потому что Гитлер художник, он такой творческий, он такой непонятный, у него какие-то безумные идеи постоянно, Реом простой солдат, такой деревенский, честный парень, и для него быть рядом с таким загадочным, умным, творческим, Гитлером для него это какое-то чудо. И он вот боготворит Гитлера чисто платонически. Они там походят вместе пивной пучей, они прячутся вместе на конспиративной квартире после того, как у них проваливается первая попытка, там их партию запрещают. Описывается, как они там живут с толстой крысой, они спорят, как ее назвать. Гитлер хочет назвать крысу Эрнст, ну, в честь Эрнста, Эрнст хочет назвать ее Адольф. В итоге они называют крысу Адорст, чтобы никому не было обидно, из двух имен собрали. Но Гитлер приходит к власти у нас в 1933 году и ему нужно находить общий язык с генералитетом, с армейской элитой. А армейская элита говорит ему, что если ты хочешь рассчитывать на нашу поддержку, то вот этих непонятных промилитарных ребят в коричневых рубашках быть не должно. Или как-то интегрируй их в вермахт, распусти, или, сам понимаешь, выбор за тобой. Но ребята в коричневых рубашках, которые за 15 лет сформировались в огромную организацию миллионную, не горят желанием распускаться. То есть перед Гитлером большая проблемка. И это не единственное. Потому что также Гитлеру нужна поддержка капиталистов. Например, столетейных магнатов. Круп фигурирует у нас в произведении. А Гитлер, к несчастью, как вы помните, лидер рабочей национал-социалистической партии. То есть партия, которая въехала одновременно и на правом популизме, и на левом популизме. В книге Майнкамп слово капиталисту потребляется чаще, чем слово еврей. Обычно в паре. Еврей капиталист. И, естественно, олигархия Германии говорит Гитлеру, что если ты хочешь нашу поддержку, то вот как бы, ну, евреи мы не знаем, как бы все равно. Но вот капиталист, вот эту часть давайте уберем, да, из повестки вашей партии куда-нибудь. А у Гитлера в партии есть левое крыло, возглавляемое Штрассером, который, естественно, ненавидит капиталистов, который хочет реализовать вот эту вот левую программу. И Штрассер прибегает к Эрен Стурему и говорит ему, что ты же понимаешь, что Гитлера нас же выберет с тобой Эрнст, да? Ты же понимаешь, кого он выберет. А Эрнст ему отвечает, что ты, старый политический интригант, совсем уже мозги свои потерял в этом море политических интриг и разучился, понимаешь, что такое человеческие чувства. Гитлер – это мой друг. То есть вот эта фраза выведена в заглаве на фразе Эрнста Риома Штрассеру, что Гитлер – это мой друг. Эта пьеса была признана в целом, кстати, даже антифашистской. Например, последняя ее постановка была в Петербурге и была она при поддержке еврейской благотворительной организации Joint, что интересно, которая публично поддержала эту пьесу как антифашистскую. Хотя ничего, собственно, антифашистского в этой пьесе нет. Ну, грубо говоря, мы понимаем, что Гитлер – прошивый друг. Да, это главное, что можем вынести, и что политика – это пространство, в котором для дружбы, наверное, нет места. И это афиша парановой постановки. Да, вот у нас героиня Маркиза Десад, вот у нас герой, играющий, видимо, Гитлера, песни «Мой друг Гитлер». Это тоже японская постановка. И вот именно в этот момент Юкио Миссими узнает молодой студент японист востоковедения МГУ, потому что советские газеты взрываются, газета «Правда» с заголовками, что до чего дошла капиталистическая Япония, у них выходит пьеса, знаете, как она называется, представьте себе, да, в наши годы. И о Миссими узнают в Советском Союзе, узнает молодой, талантливый студент востоковедения Борис Акунин, также, да, настоящая фамилия Чахартишвили. В 90-е годы он напишет романы про Эраста Фондорина, кучу детективов. Но начнет свой путь Борис Акунин в 90-е с того, что переведет на русский язык впервые все произведения Юкио Миссими известные. И «Золотой храм», и «Исповедь маски», и «Мой друг Гитлер», и русскоязычный перевод в основном мы читаем именно Бориса Акунина. Украиноязычный есть, кстати, у меньшего количества произведений у «Золотого храма» есть, у запрещенных цветов и «Исповеди маски». Вот. Влияние вообще Миссимы на Акунина, оно на самом деле просреживается частично даже по образу Эраста Фондорина, можно чуть-чуть заметить в представлении о чести. Но перейдем к идеологии в последние 10 минут. Во что же верил Юкио Миссима? Прежде всего, он пишет о Хагакуре, о японском наставлении для самураев. Есть такой текст Хагакуре, он описывает законы Бусидо, путь самурая, путь воина. И Миссима пишет свою трактовку Хагакуре как философию действия, любви и жизни. Это очень странно, потому что Хагакура в основном про смерть, про то, что самурая должен быть готов умереть. Но Миссима говорит, что, во-первых, это действие, потому что самурая должен выработать привычку действия, так, чтобы быть готовым к смерти. Это философия любви, потому что, чтобы быть готовым умереть, ты должен что-то любить, чтобы тебе было за что умереть. Ты не можешь быть готовым умереть, если ты не научился любить. Поэтому Хагакура это, безусловно, философия любви. Неважно, что там, родину, человека, идею, ты должен искренне любить. И это философия жизни. Хагакура и философия смерти не означает готовность к смерти, что ты должен завтра пойти и умереть, что ты хочешь умереть, что ты должен стремиться, упаси Боже, умереть. Это просто значит, что ты в тот момент, когда надо будет умереть, ты спокойно с достоинством это сделаешь, потому что ты к этому готов. То есть это просто философия счастливой жизни. Человек, который готов к смерти, он будет жить счастливо, и в конце своей жизни он будет абсолютно счастлив и спокоен, потому что он примет решение. Человек, который не готов к смерти, он и всю жизнь будет несчастлив, и особенно несчастлив он будет в момент смерти, к которой он абсолютно не готов. Так трактует Мисима Хагакура. Также «Солнце и сталь», вторая его именно идеологическая книга, это о бодибилдинге, как вы видите, о культуризме, где он говорит о том, что мужское тело и вообще бодибилдинг, у него очень интересный тезис, что мужское тело не существует объективно вообще, что мужское тело – это просто форма духа, что когда мы идем в спортзал и поднимаем железки, мы работаем со своим духом, что это просто наш дух приобретает форму, и также мы работаем с духом, читая книги, также мы работаем с духом, закоряя свою смелость и так далее. То есть он описывает свой опыт в бодибилдинге, и в спорте, но как духовный опыт. Наконец, его концепция национализма, концепция мечей и хризантем, и концепция культурализма, так называемая. Мисима считал, что культура первична, то есть хоть он был националистом, как его называют скорее, он был культуралистом. Он считал, что не нация творит культуру, культура творит нацию, культура первична. Японская культура состоит из двух вещей. Это хризантемы, то есть все нежное, прекрасное, и мечи, это харакири, убийства, самоубийства, войны, доблесть и так далее. И каждая власть в Японии в 20 веке что-то выкидывала. Милитаристское правительство Тодзю, оно выкидывало хризантемы, потому что нужно покорять всю Азию, нужна там нация самураев, какие могут быть хайанские поэты, какие могут быть рукава, кимоно, вот эти влажные, влажные, естественно, от слезок, пролитых по дорогому другу. Естественно, все это выкидывалось из школьной программы, поясе принца Гэнзи, любовные похождения, все это выкидывалось, оставляясь мечи. В то время как после войны левые либеральные политики и американское правительство убирали все связанное именно с мечами, оставляя хризантемы, оставляя все милое, а вот это вот все шовинизм, самурайская культура, национализм, национальная гордость, это все путь к войне, к ненависти, это нужно убрать. И Мисима говорил, что ничего не нужно убирать, что японская культура целостна только, когда это и мечи, и хризантемы. Ни в коем случае нельзя убирать ни одну часть, ничем нельзя жертвовать ни ради чего. Последнее воззрение Мисимы – это такой культурный монархизм. Очень интересно. То есть Мисима выступал за восстановление прямой власти императора, которого он терпеть не мог. Потому что император ему был важен не как император, которого он не мог терпеть, а культурный концепт. В Японии есть такое понятие миаби, когда император – это культурный стержень. На него смотрит дворянство, вдохновляется, пишет какие-то прекрасные стихи, и творчеством дворянства, как образцом, вдохновляется вся страна. Но я напомню, что император в Японии – это бог. Это не божий помазанник, это бог сам. Это прямой потомок сиятельной богини солнца Матерасу, в чьих живых течет кровь богов. Это официальная, повторюсь, синтоистская версия до сих пор. Но император Хирохито, он выступил по радио под давлением американцев и отрекся от божественного статуса. Из-за этого Миссима его ужасно не любил. Говорю, что это означает, что и те ребята, про которых я рассказывал, вот эти японские декабристы, они погибли зря, и камикадзе погибли зря, которые верили. Камикадзе в пилоте с японского – ветер божий. А тут этот человек признает, что он не бог. То есть он выступал за то, чтобы император снова стал императором, а не просто английской королевой. Именно потому, чтобы возродить вот этот Мияби, вот это вот стержень японской культуры, который, как он считал, утрачен. А сама личность императора его не интересовала, и относился он к ней довольно, повторюсь, плохо. И Миссима организовывает собственное патриотическое движение. Он начинает работать с патриотическим журналом. Естественно, с его талантом он быстро приобретает популярность и собирает такую небольшую армию. Вот вы видите, ребята сами себе шили костюмы, такой косплей армии. Таких мундиров, конечно, нет в армии Японии. Это подражание начала XX века, какой-то еще войны с Россией, вот такого периода. Эти мундиры. Общество Щита называлось. Это его маленькая армия. И с ней он, собственно, попытался совершить военный переворот, захватив военную базу в одном из городов. Они захватили генерала в плен и потребовали, чтобы Миссиме дали обратиться к солдатам, созвав их на плацу. И солдат созвали, и Миссима выступил перед ними с речью и призвал их идти к императорскому дворцу и вернуть императору прямую власть, восстановить монархию в стране. Естественно, никто не внял его пылкой речи. Миссима удалился в кабинет и покончил с собой. Покончил с собой самурайским способом. Сделал себе харакири. Последняя харакири, публичная в истории Японии, вспорол себе живот самурайским мечом. Он хорошо все просчитал. То есть никто не погиб во всей этой истории с государственным переворотом. Никто из его мальчиков и никто из солдат не погиб, кроме него самого. И никто не пострадал. Многие считают, что это был такой последний акт его трагедии, что он понимал, что ничего не получится. И это был такой его уход, что это его тело, которое он строил путем бодибилдинга, это был его золотой храм, который он тоже в конце жизни решил сжечь. И в своей книге «Самая первая исповедь маски» Миссима пишет, что в сказках ему всегда нравились не принцессы, а принцы. И добавляет, что ему особенно нравились принцы, которые красиво и трагически погибали. И вот в конце жизни он также стал принцем, который красиво и трагически погиб, тем не менее оставив нам огромное наследие. Это фотография Миссима с теми ребятами, которые входили в ближний круг его общества, счета. Это адрес моего канала на YouTube и канала в Telegram. В Телеграме у нас текстовый канал, этот хромосома-щерой. И на YouTube видеоблоги, где я тоже рассказываю о каких-то вещах. Я могу вам потом его еще дать скинуть, если нужно. И это пока все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Дякую Борису. Якщо у вас є питання до нього, піднімайте руку, я до вас підійду. Миссиме. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а как сами японцы на сегодняшний день относятся к герою вашего повествования? Очень неоднозначно. Очень неоднозначно. Японские правые, например, при жизни Миссиму не очень любили. Считают, что это какой-то эксцентрик, режиссер, играется в какой-то косплей. Но именно после того, как он попробовал совершить монархический переворот, его, конечно, очень зауважали после самоубийства. Все поняли, что это не было, так сказать, фальшивкой, что человеку отдал жизнь. Тогда его книги начали читать правые. С удивлением они поняли, что, в общем-то, согласны со многим. И сейчас именно для правых в Японии, конечно, Миссима является такой же сильной иконой, как, в общем-то, для правых по всему миру. Ну и не будем забывать, что как писатель он так же состоится. То есть вот эти вот его афиши, которые я показывал, это довольно недавние постановки его пьес. То есть, ну, просто это уже писатель прошлого, да, он не такой популярный, как Рио Мураками, как некоторые скандальные писатели, которые пишут всякую эпатажную лирику последних лет. Но я думаю, значительная степень какого-то уважения, интереса все еще в обществе Японии остается. Хотя фигурой он всегда был неоднозначным, да, не вписывающимся, ни в какую идеологию. Не, общенациональным, конечно, не стал. Я не думаю, что мы вообще живем в эпоху общенациональных героев, да, как говорится. Макронарратив умер уже после Второй мировой войны. То есть, ну, да, не стал. Еще питание есть у кого-то? Уже не в никому. Вот еще. Так, хвилинку. Да, да, вопрос, да. Вопрос был, удалось ли Юкио Миссиме создать семью? Я расслышал. Удалось. Он был женат, он имел детей. Что интересно, его жена, она до последних дней своей жизни отрицала, что Миссима был гомосексуален. Хотя сам Миссима не особо это отрицал, но она вот всегда стояла на позиции, что это был просто имидж, да, и вот. Ну, вот с женой он, как бы, вел себя достойно. Ну, возможно, говорить о бисексуальности, да, скорее. Возможно, не о гомосексуальности. То есть он был женат, он создал семью, да. У когось есть? Невже у кого-то немае вопрос щодо вплива гомосексуального садомозахизма на левый и правый дискурсы? Ну, ничего. Я думаю, зараз у нас... Не, это явно повлияло, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова